И это все отображать здесь в системе, чтобы было видно, что была задача такая, поступило денег столько-то, вот видно, значит, второй А у вас стало столько денег, третий А, столько денег, четвертый Б, столько денег, все это видно. Все это аккумулируется, автоматически показывается. Выкононизирование. Если у вас есть свободные средства, которые уже аккумулировались на счетах, безусловно, у вас есть список задач. Вы можете взять эти средства и перекрыть ими определенную задачу, купить мел. И для того, чтобы его купить, вам необходимо будет сюда безусловно отчет создать по вашей покупке, куда вы сможете прикрепить фотографию, если есть такая потребность. Вы можете прикрепить с доском копии, счетов, актов, договоров с поставщиками, чтобы было видно, у кого покупались, покупался мел и по какой цене покупался. Более того, вы здесь увидите на вытраты или экономию. Более того, здесь есть возможность родителям писать и задавать вопросы, а почему была произведена покупка у этого поставщика. Здесь такая функция предусмотрена. Более того, когда есть список заданий, еще не выполнены, родители смогут голосовать и выбирать первоочередные задания. Давайте, все вопросы у нас будут дальше. Да, сейчас мы презентуем, а дальше мы будем рады выслушать доклад. И более того, мы сможем увидеть, какие были надвыдраты, на что были надвыдраты или была экономия. Почему это все важно? Мы с вами говорим о том, что вы должны финансироваться государством полностью, покрывать. Но как мы можем знать о том, что необходимо перекрыть государству? Где эта аналитика? Где это видно? Поэтому и более того, родители смогут увидеть. Те, кто сдают эти деньги, они должны понимать, у кого была произведена закупка. Давайте мы с вами дальше будем двигаться. Так выглядит страница администратора школы. Администратор школы видит всю информацию, он видит параллели. Он видит параллели первых, вторых, третьих классов. Он видит, сколько в каком классе было собрано денег. Какие в каждом классе есть потребности, задачи. Максимальная прозрачность, мы говорим. И точно так же, как есть фонд школы, есть фонд класса. И классы могут точно так же пользоваться системой. И показывать, какие есть текущие потребности классов. И на что было средство потрачено. Более того, эта система будет встраиваться на сайты школы. Для того, чтобы... Точно так же, как вибридный бюджет, который встраивается на сайт Корзонского городского совета. Тот скриншот, который я вам показывал, и видно, сколько денег выделяется на школы. То есть, так же, и эта система может встраиваться на сайты школы. Для того, чтобы родители и все остальные, опять же, это при... Если родители решат, что это будет в открытом доступе, либо только по закрытому локену и паролю. Тут вариант для каждой школы свой будет. Либо видят все, либо видят только те зарегистрированные участники, родители. Это встраивается и будет доступно в интернете. Система уже запущена. Она доступна вот по этим адресам. Виткрытый бюджет УКР, открытый бюджет УКР или OpenSchoolM.ua. Понятное дело, что сейчас там закрытая, то есть вложен пароль. Для того, чтобы подключить эту систему, необходимо будет работать с каждой школой отдельно. Процедура довольно большая, трудоемкая. Именно поэтому здесь просто внедрением одной системы недостаточно. Именно поэтому предполагается целая серия обучения. То, о чем тоже говорил Максим. Это постоянные будут встречи, консультации и обучения, как создавать фонды, как работать с этой системой. И мы надеемся, что таким образом недовольство родителей будет снизено. Уровень коррупции будет тоже снизен, мы надеемся. И не так давно, скажем откровенно, вчера были запущены страницы в социальных сетях для того, чтобы принимать от родителей, да не только от родителей, обращения. Потому что очень многие пишут, нет единой площадки, где бы родители могли, куда могли бы обратиться по их вопросам и проблемам. Что-то добавили, да? Тут как бы несколько составляющих. Мы осознаем, что в принципе управление Берзеблаготворительным фондом требует здания определенных базовых процедур и управления документацией. Ключевая проблема, которая возникала, и я тут говорю честно, ключевая проблема, которая возникала в вопросе проверок, это то, что деньги, в большинстве случаев, я не говорю о всех, но те ситуации, которые доходят до жесткого конфликта, скандала и прочих, зачастую связаны с проблемами в коммуникации, люди просто не выстроили адекватную коммуникацию. И, б, тоже отсутствует система опубликовой диксации решений. Можно сколько угодно относиться к этому, но проводя всевозможные обучения и членов избирательных комиссий, я всегда прошу людей принимать региальные решения. Почему это диксация всех присутствующих? Мы приняли это решение, мы идем по поводу. Если это не происходит, если нет возможности объяснить, почему вроде бы надо было саккумулировать всего 120, а в отчетных документах, которые вы подкладываете для того, чтобы отчитаться, выходит 160, откуда взялись деньги. Мы как-то собрали. А вы их зафиксировали? И, например, у ряда родителей уже возникает вопрос. Почему это возникает и как? Есть родители, которым все равно, окей, возможно, у них лишний биндик или прочее. Но есть и также очень много тех, которые начинают, давайте, вот, ответственно определять, что мы хотим. И понятное дело, что эта система управления все равно будет включать взаимоучастие всех сторон. Например, по планированию школы, например, по тому, что нужно закупать или не нужно закупать. Но давайте тоже будем честными, пошла массовая тенденция покупать эти панели в школу. Ну, я прошу прощения, с восьмого класса я ношу вот это. Ни телевизор, когда у нас в классе 32 человека, а я сижу за последней партой, ни телевизор, который висит в начале класса, мне он ничего не скажет. Возможно, крупные картинки – да, но только идут слайды или тексты, простите, я физически это не увижу. Давайте тогда определять, что является более удобным. Более тем форматом, который мы можем использовать для тех и коемных вещей. Тем более, что очень часто те же самые новые технологии, да, можно повесить телевизор. Сейчас в районе 400 долларов можно купить маленький процентивный проектор. Они уже есть с ладошкой размера. У меня теперь новая мечта себе для папы вот эту вот штуку взять, чтобы не носить ее большую. Если мы сопоставляем стоимость панели, которого мы меньше, и маленького технологического решения, возможно, он будет лучше. Давайте тогда искать те форматы, которые сработают. Или отказываться от того, что не работают. И также, потому что говорили, кроме вот этой онлайн-вещи, понятно, почему я начал говорить о документах и оформлении документа. Сейчас мы готовим большое такое методическое пособие, где шагово будет определяться, какие процедуры есть. И мы хотим предоставить условно их уже в бланках, чтобы в школах человек, начиная, не получил, что вы должны оформить это как акта. Не все умеют оформлять документы. Не все пишут эти документы. Не все ваши сотрудники, если их попросить, а зафиксируйте или заоктируйте, составят правильное. Потому что они с этим не сталкиваются. Мы попытались максимально упустить документ по дорогам и свести его к минимальному количеству уже банальных примеров, где можно использовать и внедрять. И также под это мы готовы проводить обучение в удобном формате для силов родительского комитета, для педагогов, для администраторов относительно использования этих процедур. Как это сделать наиболее просто и наименее затратно по ресурсам для школ? И мы получили обратную связь от родителей во время фокус-групп, которые мы проводили. Безусловно, мы не могли обойтись без того, чтобы просмотреть, какая же сейчас ситуация с школьными сайтами и какие есть и есть ли там подсчеты. Вот, собственно, Андрей вам презентует то исследование, которое он проводил, относительно открытости. Здравствуйте. Сначала учебного года всех. Изначально своего выступления я хотел бы попросить вас прекратить дискуссии, потому что когда вы преподаете, вы просите учеников молчать. Поэтому и мы хотим, чтобы вы нас выслушали. Во время нашей фокус-группы мы проводили, помимо того, что регистрацию, мы еще и проводили фотосъемку. Так вот, некоторые родители просили какие-то фотографии на родине, чтобы избежать того, чтобы их потомчики не преследовали. Вот такая вот ситуация. Мы не будем конкретизировать. Я думаю, кто-то примет к сведению это. Следующее. К многим из вас какие-то небезызвестные товарищи. И эти небезызвестные товарищи предъявляли к вам какие-то требования, претензии. И я даже уверен, что вы ни один литр валерьянки и ни одну таблетку валерьянки съели после этого. Так вот, наша задача, чтобы нивелировать все последующие их на банке на вас. Мы хотим сотрудничать с вами. Мы хотим вам помочь. На сегодняшний день в мире есть концепция устойчивого развития, которая заключена приемкой фрази «Утворение потребностей существующих поколений» с ученым потребностей последующих поколений. И сегодня в начале форума выступающий сказал, что есть такое определение, как стратегическое планирование. Что финансовые корпорации для того, чтобы быть успешными, они планируют, что они хотят на протяжении год, два и три. Но мы прекрасно понимаем, что вам планировать на два, на три года сложно достаточно. Вам проще планировать еще и не гадать. Что вам необходимо сейчас сделать? Мы также прекрасно понимаем, что у вас помимо текущих потребностей есть еще и оперативные расходы, которые тоже нужно покрывать. И на эти расходы нужны деньги. И деньги нужны здесь и сейчас. Закончилась красная в принтере, закончилась бумага. Я знаю каждого из вас. Я буду в ваших школах, я буду в ваших садиках. Я знаю ваши потребности. И мы здесь не для того, чтобы с вами сорваться, а для того, чтобы предложить какие-то системы, механизмы решения проблем. Мы хотим с вами общаться, вести диалог и сделать то, чем в последующем будут пользоваться наши дети. Ваши приемники. Вы знаете, вот есть одна фраза, которая говорит, что человек должен жить так, понимая, что он хочет в будущем. Чтобы о нем говорили хорошо или приварили на его могилу. Я хочу, чтобы о всех нас говорили хорошо. Я думаю, каждый здесь присутствующий этого же желает. Итак, перейдем к моему отчету. Что-то не так? Ага, есть. Итак, мы проанализировали сайты ШТОП, 58 учебных заведений. Мы брали информацию из открытых источников. Это сайт управления образованием и Google карты. Видите? Сайт ШТОП номер 16 заблокирован за неуплату. Итак, мы проанализировали сайты на предмет системы управления контентом. Чтобы вам было понятно, это такая система, которая позволяет добавлять туда информацию. Система управления контентом. Оригинальную систему контента есть у 28 школ. 27 школ используют бесплатные платформы, такие как ЮКОС, Джимбо и так далее. И у трех сайтов на момент исследования не работали сайты. У трех школ не работали сайты. То есть информацию, откуда-то взять, не предоставлялась возможной. По поводу наличия отчета. 50 школ мы отчеты убедили и 8 школ, где отчетов не было. Из этих 8, 2 имели действительно оригинальную систему управления контентом. Вы потом в последующем поймете, почему мы отталкиваемся именно на системах управления контентом, а сокращенно это CMS. В дальнейшем я буду использовать это в периоду. 3 бесплатные и 3, естественно, не работают. В дальнейшем отчете мы отталкиваемся от цифры 50. Не 58, а 50. Итак, фон отчет. Очень приятно, что некоторые из вас идут к громаде. Отчитываются перед громадой за те денежные средства, которые были получены от нее. И вам за это большое спасибо. К сожалению, одна школа просто отчиталась перед громадой и не выложила это на своем сайте. Просто информация привыкнула, что отчитался директором и все. Детальный отчет мы отправили к Тамаре Юрьевне. Естественно, потом она вам эту всю информацию перенаправит. Почему мы не стали вкладывать это в открытый доступ? Потому что есть, опять-таки, небезызвестные товарищи, которые эту информацию возьмут и потом придут к этой рекламе. То есть, дабы обезопасить вас. 46 исключительно в онлайне и 3, которые и перед громадой, и в онлайне выложили. По периоду отчетов. Значит, 8 до 3 месяцев отчеты, до 6 месяцев 8, 27 до года, 4 более года и 3 школы, где период, ну, просто был неопределен. Не было понятно, за какой период вы отчитывались. Ну, вот так вот. Согласно закону о публичной информации, в открытых датах и так далее, вся информация должна быть выложена в машиночитаемый формат. Машиночитаемый формат – это .doc, .exe, .pdf, .exe. Мы берем, мы не стали так вот придираться к вам, а просто взяли за основу, что вот та информация, которая выложена на сайте, это .exe, .exe информация, ну, плотно, если вы знаете, в компьютере, ну, в Windows. Итак, значит, вот только на сайте выложили, без применения каких-либо дополнительных программ, перед 8 школ. gpa – это картинка, фотография, отчеты с печатью школы, только, а, четыре. dota-sniq файлы использовали три, excel формат использовали две школы, pdf – две и powerpoint – одна школа. И я заметил, что одна школа использовала облачные технологии. Ну, облачные технологии — это сервера и хранить информацию. То есть не укладывала на сайт, а использовала облако. Было интересно посмотреть и проанализировать, кто отчитывается за использованные средства. Итак, фонд и школа — это одна школа отчиталась. Родительский комитет отчитывался, две школы, где родительский комитет и школа отчитались вместе. И приятно, что есть те, кто взаимодействуют. Родительский комитет и школа. Это действительно круто. Семь там, где фонды отчитались. И непосредственно отчет с школой — это 38. И теперь вот тут вообще сумасшедший разброс. Кто за что отчитывался. Ну, простите за выражение, кто в лесу подрывает. Три школы за бюджетные средства отчитались. Восемь школы за бюджет и родительские средства. Тринадцать школы за бюджет, родительские средства, спидсчет, спонсоры. Да, две школы. Значит, тринадцать школ в бюджет родителей и спонсоры. А две школы в бюджет родителей еще в спидсчет добавился к спонсорам. И две школы. Одна школа отчиталась только за бюджет и спидсчет. Только за родительские средства отчиталось 14 школ. Родители и спидсчет — одна школа. Родители и спонсоры — шесть школ. Спонсоры — одна. И не определено вообще за какие средства отчитывалась школа. Только одна. Ну, вот такая вот ситуация. И я вам скажу, это печально. На самом деле. Но я хочу сказать, что мы здесь не для того, чтобы вас в чем-то обвинять, а подсказать вам, помочь. Для этого подобные мероприятия и создаются, потому что все-таки согласно закону об открытых данных публичных информациях вы являетесь распорядителями информации. И согласно этих же законов вы должны отчитываться за эту информацию, за полученные деньги. Вот такая вот ситуация. Ну и насыщенность отчета. Мы здесь не были вот такими притившими, там совсем-совсем кратко, тут немножко больше. У нас кратко и полно. И неопределенно, потому что действительно сложно понять, как отчитывается. То есть это вот там, где полно или там, где кратно. Соответственно, 44 школы просто кратко отчитались, 5 школ, где более-менее развернуто было, и я в конце назову эти школы. И одна школа, которая неопределена. По поводу тех школ, которые мы отметим. Вот сейчас передо мной открыты странички с отчетами. 30-я гимназия, которая отчиталась... Отчеталась непосредственно, фонд отчитался, и тут детально расписано, на что пошли средства, и плюс прилагается фотоотчет. Ну, на это приятно смотреть, когда есть фотография, на что деньги пошли. Мы положили в плитку. Помните, когда Юрий говорил, что вот собирались деньги еще на что-то, а потом снова на это собиралась, и еще потом опять на едижок раздавались. Действительно, такая ситуация была, и родители говорили об этом. Здесь просто приятно смотреть. Мы понимаем, что через время, когда зайдут на этот же сайт, то будет картина другая. За эту же лестницу, за эту же плитку рассчитываться школа не будет. Двадцать шестая школа. Тоже очень приятно смотреть, потому что распита по категориям, например, медпрепараты, материалы по обслуживанию будильней, по буддовой химии, и потом, когда открываешь, более разворотый отчет, что конкретно было куплено. Далеки. Двадцать первая школа. Тоже весьма приятный отчет. Распитый, детализированный. Конкретно, причем по штучкам, по килограммам расписано, что куплено было. ЛНВК номер семь. И бюджетные средства, и родительские взносы. Я не помню, что мы не привязывались к периоду, но просто по полноте отчета смотрели. И повторная школа. Тоже очень приятно посмотреть, потому что тут более года приют отчета. То есть, вот те, кто отчитывался более года, совсем немного. Но это одна из школ, которая отчиталась за период более года, и отчеты более такие развернутые, детализированные. Спасибо большое. И сейчас мы готовы услышать ваши комментарии и ваши вопросы. Я заработаю в зале. Мы здесь отвечаем, если что. Я отвечаю так. Хорошо? У кого вопросы есть? Кто готов спросить? Я так подозреваю. Дискуссия у нас сегодня есть, да? Супер. 44-я школа. Сейчас я вам микрофончик. Вопрос следующий. Сколько стоит программа, которую вы презентовали? И платные семинары, платные? Программа ничего не стоит, семинары открыты и бесплатные. Еще. Вот теперь можно было аплодировать и, наверное, всем записаться на этот семинар и получить эту программу. Опять-таки, услышали бесплатно. Сейчас. Поясню. Это сайт, это сервис, за который мы уже заплачем. Вы просто туда заходите, регистрируетесь, пользуетесь. Наша задача вас научить. Наша задача дать вам инструмент, чтобы вы с ним поработали, увидели вполне возможно какие-то ошибки и дали обратную связь. Потому что у нас с вами впереди очень много работы. Мы будем усовершенствовать эту систему. То есть это то, чем будут пользоваться наши дети. Следующий вопрос. Есть вопрос? Посмотрите. Помните, заходил дневник. Как только он появился, сколько он вызывал проблем. Я знаю сейчас очень многие школы, которые без него не могут. Вот по большому счету, тут то же самое. Вы получаете сайт, но его наполнение и отслеживание уже на вас непосредственно. Вот это вот четко было видно. По большому счету, это вот ресурс, который используется для бесплатно. В детском саду, что вы хотите сказать? Что? В детском саду. Это нужно там как бы с детством школы или можно одеться на каждую группу. И фонд, если создается, он создается на все учреждения или именно на каждую группу нужно создавать? Смотрите, создается, система подключается сразу к их учреждению. Школа или сайт. Соответственно, в каждой школе, вы видите, там есть фонд параллеля. Соответственно, можно, если это говорить про садики, заводить группы. И по каждой группе будет отдельно видно и по каждому по целому будет видно. Точно так же, в школах, будет видно в целом по школе и будет видно отдельно по каждому классу. Один. Один. Сейчас вопросы здесь и потом туда едут. У вас после вывода вот этого отчета у вас закрыт доступ к редактированию? Редактированию чего? Отчета. Ну, да. Да, да. И нельзя, ну, скажем так, смотрите, есть у нас статья расхода, которую мы должны закрыть. Которые у нас появляются средства, мы перекрываем этими средствами статью расхода, но чтобы ее закрыть, необходимо обязательно создать отчет. Ну, это я уже показал, как когда закрытая система, то есть нельзя, без отчета нельзя деньги просто так куда-то потратить. Вот это, да, простыми так словами. А отчет это бухгалтерский документ? Это, соответственно, скан счета, акта, да, там или договор, или чека, или что это может быть. Плюс регистрационный документ того, организации, которая либо поставила вам услугу, либо товара. Чтобы в системе было видно, что деньги ушли на это, необходимо, соответственно, прикрепить эти документы официальные. У меня вопрос. Значит, еще один вопрос конкретно по системе. Эта система бесплатно подключается к учреждениям, насколько я понимаю. Да, все так. А как она дальше обслуживается? Бесплатно. Вы, смотрите, мы почему приводили пример благородительных фондов? Кто их? Многие вопросы я слышал, говорили, у нас нет бухгалтера, кто будет этим заниматься. Понимаете, я не представляю школу. Меня интересует в данном случае детский сад. Потому что если в школе тысяча учеников, повторно тысячи, то детский сад это максимум, ну, пусть 220. Максимум. Это большой детский сад. У нас есть детские сады, в которых 60 детей, до 100 детей. Это детские сады, в которых работает до 30 человек. Вообще, всего персонал. Если в школе, я не говорю, что они там, ну, очень богатые, или у них всего много. Нет, они в принципе такие же, как мы, единственное, больше возможностей. У нас в детских садах нет человека, который вообще, вы анализировали сейчас сайты детских школ. Если бы вы проанализировали сайты детских садов, это была бы, может быть, более удручающая картина. У нас нет программистов. У нас нет учителей информатики. У нас в лучшем случае есть умные девочки, которые просто садятся за компьютер. В худшем случае, это такие заведующие, как я, которые, извините, до всего дошли методом тыха. Я лично в своем детском саду сайт сделала сама, на бесплатной платформе. Что такое, как закинуть документ в другом формате, я вам честно скажу, я не знаю. Ну, хорошо, вы проведете с нами обучение, как пользоваться этой программой. И если мозги есть, мы включимся и начнем пользоваться. Но обслуживание и время. Сейчас, секунду, у нас здесь есть разработчики этой системы. Сначала комментарий будет, Максима Алгышвили. Задим раз работчиком, и потом я. Да, как говорят. Очень коротко. Сейчас, секундочку. Комментарий от Максима. Весов, что дальнейший трат. Почему, как бы перед программистом, благодарительный фонд, как структура, позволяет по закону. И это допустимо, это разрешается, это не нарушение. 20% до 20% аккумулированных средств тратить на администрирование. Вот я прихожу в определенную школу и смотрю, они подъявили тех работников, которые обеспечивают их счет денег. Я, например, счет денег заполняю самую. Я удивился, что, оказывается, нужно кого-то нанимать, чтобы люди заполняли счет денег. И вот они наняли фирму. И родители, они приходят и спрашивают, а почему эта фирма в месяц получает 3000 гривен? Вот почему. А здесь вы четко определяете. Есть фонд. Мы провели, мы сравнили цены, мы наняли вот этого бухгалтера. Если у нас садик на 60 детей, и мы физически не можем, давайте думать. Он один такой? Скорее всего, нет. Аккумулируется. Мы хотим мело закупить по, условно, 10 гривен. Ну, опять к нему прицепился. Просто 10 гривен 100 штук. Или мы хотим закупить на два учебных заведения 300, но которые будут стоить после 50, условно. И вот здесь эта пространство для того, чтобы думать, а где это делать лучше, проще и упрощать саму систему. 20% вы можете тогда нанять человека или бухгалтера, или человека, который отвечает за этот контент. Сама система бесплатна. Вы будете фактически удерживать небольшого специалиста на то, чтобы это наполнять. Это законно, это не черные деньги. вот решение, вот проводки и прочее. Я прошу прощения, ваши реплики с места, они создают гул, и в итоге ваши коллеги не слышат выступающих, несмотря на то, что даже есть полонки. Ну, большая просьба, давайте уважать друг друга. теперь комментарии на просьборщиках и потом я встану в реплику. Здравствуйте. Я так понял, что проблема на самом деле в том, что нет специально обученных людей для того, чтобы систему обслуживать. Правильно? Вот. Система проектировалась таким образом, чтобы системой управлять среди менеджеров, среди возведа, среди образования, тратя при этом пять минут. вы все пользуетесь плюс-минус социальными сетями. Кто-то фейсбуком, кто-то контактом, кто-то одноклассниками. Система управления была взята по идее именно социальных сетей. Это раз для того, чтобы вам было проще к ней привыкать. Дальше. Права доступа к системе разделены таким образом, что, например, если у нас есть фонд школы, то его действительно должен обслуживать бухгалтер школы, либо человек, который именно зависит от самой школы. Если мы берем фонд класса, то члены родительского комитета имеют право на управление задачами, на добавление задач. К тому же в системе предустановлены задачи, которые могут быть использованы для добавления новых задач. То есть это шаблоны, по которым для того, чтобы выставить то, что вам надо сделать, это будет занимать 20 минут. Да, понятное дело, что взять и здесь расписать бюджет на год, это очень тяжелая, сложная задача. Я никогда больше, чем на месяц не планирую, да, то есть я управляю маленькой IT-компанией, я никогда больше, чем на месяц не планирую, потому что мы живем в мире неопределенности. Но механизм позволяет точно так же, как вы взяли там, ну, то есть на первый месяц добавили задачи, добавить их и на следующий, то есть постепенно расширять бюджет, то есть вам не надо будет потратить два часа, три часа, день времени, чтобы сесть со следоватчатся и подумать, что же мне надо, надо, можно добавлять задачи постепенно, то есть пробили их необходимости по мере того, как вы собираете деньги. То есть мы готовы менять механизмы интерфейсов таким образом, чтобы они были вам доступны и удобно. Мы сами лично заинтересованы, то есть в том, чтобы были открытые бюджеты и чтобы вы пользовались, чтобы мы имели наибольшую продуктивность все вместе, как и Романа. То есть чем больше мы будем друг друга доверять, тем будет просто не проще жить. Вот и все. Я вернусь к той фразе, которую я сказал, что нам с вами все вместе взяты предстоит создать те механизмы, которые будут дальше пользоваться ваши приемники. Понимаете, что решение одного вопроса, оно взащется собой появление новых вопросов. И соответственно мы будем стараться все вместе разрешить эти вопросы. Мы здесь для того, чтобы вам помочь не мешать, а помочь иминилировать последующие приходы тех граждан, которые будут создавать у вас проблемы и неприятные ситуации. Все. я хочу сказать, мы когда шли сюда многие руководители и думали о том, хочу поблагодарить, что впервые на нас посмотрели как не на коррупционеров, а как, наверное, на тех людей, которые стараются сделать, чтобы наши учреждения были очень красивыми. И сегодня привели факты. Мне кажется, ситуация в том, что мы по-разному все понимаем, что такое конкретный отчет. Вот здесь я отдаю предложение. Для этого действительно проводить семинары. И если вы действительно наши защитники, и те, которые к нам приходят ребята, а их приходит очень много, вы знаете, легче проверять, чем что-то делать. И каждый проверяет свои критерии, выдвигает. Но когда, если мы с вами будем работать в союзе, чётко определена программа, где она открывается, где я поставила все до кусочка мило приобретённое, потому что я уверена в том, что каждый руководитель, сидящий здесь, он 20 раз уже отчитывается. И проверяющих нас достаточно того, что есть родители, которые сделают. Вот предложение какое. Первое. В недалёком будущем, вот быстренько, провести семинар тех руководителей, я имею в виду и руководителей, и тот, кто у нас поздно отвечает, вы понимаете, голова пикувальной рамды, голова Баттийского комитета, где будет разработана чётко программа, которая наедина и для всех, вы понимаете, мне не скажут, почему, чем отличается 105-я школа от 208-й. И есть программа, и я внесла это за месяц, который мы делаем, ведь мы каждый месяц с вами набираем и отчитываемся. Это первое. Второе. То, что хочется на бесплатной основе созданы многие сайты. И вы понимаете, почему созданы на бесплатной основе, потому что мы экономим энную сумму денег для того, чтобы потратить. Будет ли работать эта программа на бесплатных сайтах? Следующий вопрос. будет ли эта программа, вот она будет идти отдельно, она будет унификованная для всех закладевосцветы, и, например, на каждое учебное учреждение будет своя страничка. Открываешь, как электронная чеха. Вы понимаете, о чем я говорю? Или это будет страничка только на сайте моего нашего заклада. Вот такие вот есть предложения. Спасибо. Сейчас туда комментарии разработчиков по поводу бесплатных сайтов. Да, мы знаем, что бесплатные сайты вы использовали, вы захотели. И там всплывает реклама. И зачастую реклама на стримах, там, и прочего, и прочего, и прочего. Мы понимаем, какая ситуация у вас. Вы волонтеры. Больше степени вы волонтеры. Вы состоите вот что-то из ничего. И вам большое спасибо. Но комментарий по поводу бесплатных сайтов. Вот этот вопрос, который я говорил, что вот новый решенный вопрос он создает последующий. Мы знаем, что с этим возникнет вопрос. Мы будем с этим работать. Мы с этим будем работать с бесплатными сайтами. По поводу возможности использовали как уставить прозабочек. Вообще-то очень нежелательно использовать всякие сторонние конструкторы по нескольким причинам. Во-первых, никто достаточно ну никто не даст гарантии, что завтра вашего сайта выставят. Ну то есть вот он есть, вот его не стало. то есть не знаю, я работаю среди коммерческой разработки для моих заказчиков это вопрос именно мое, это очень важный вопрос. Как вам? Да, как сказал Андрей, уберите рекламу алкоголя, если говорить в формах сайтов, куда дети ходят. в формах сайтов. Поэтому я тоже считаю, что с этой точки зрения это нехорошо. Да, это блогеры, что и решают, но решают и все. Но и плюс никто не дает гарантии, что на таких сайтах со временем не появится какой-то вирус. То есть саму систему, которая предоставляет сервис, ее могут сломать. Потому что сломать можно все. Вопрос времени как бы среди денег. если вас не благодарят все возможные последствия того, что ваши пользователи будут заходить вам на сайт и определять вам жалобы по поводу вируса и по поводу всего остального, пожалуйста, пользуйтесь. Мы будем идти по тому пути, чтобы как-то оптимизировать весь процесс с теми сайтами, которые на бесплатном где-то в платформе находят. В этом направлении надо идти по автармам. Эта система бесплатная. Отдельно каждое учреждение там заботится и администрируется как отдельное учреждение. Это не все кампусом и сразу все видно. Каждая школа или каждый детский садик имеет свой свой скажем не знаю как это назвать правильно. Если вы начали школу вы можете видеть свою школу и параллели и класс если вы отбудете с администратором вас отбудете вы можете желать ответить свой класс и параллели свою помощь. Может быть это четкая структура в том что видит. Какие есть еще вопросы? Скажите пожалуйста а есть представители управления образования городского которых прокомментировал отношения управления образованием? у меня у нас как у представителей исполнительной власти областного уровня мы представляем аппарат областной державной администрации есть вот к примеру распоряжение ВОВИ которое запрещает контроль положенный на начальника управления образования которое всячески запрещает любые сборы с родителями. А здесь получается я тоже родитель и получается такая схема как будто мы эти сборы легализируем и мне бы хотелось просто услышать комментарии представителя управления которые скажут о количестве изверх не отходит от жалоб которые родители жалуются на то что не прекращаются сборы несмотря на то что нормативные документы есть я также знаю что есть негативная позиция Киева на счет того что родители издают деньги и я как бы не против мне бы тоже было интересно это все смотреть но интересно послушать комментарии представителей управления можно вам прийти сделать вопрос какой комментарий хотите получить пожалуйста громче проговорите по поводу того как относятся в управлении насчет создания подобных фондов и насчет если они будут контролироваться подобной программы я хочу сказать что мы относимся так же как дай бог чтобы государство давало денег чтобы их хватило и не надо было собирать денег но поскольку благодаря именно родителям особенно в 95 и 97 и другой год школы выжили и выстояли и мы низко кладем за родителем что-то по отношению к сбору денег мы говорим это должно быть только добровольное так как прописано в законодательстве фонды имеют право на существование это более родителей создавать или не создавать если второй путь спичет сегодня Максим говорил или кто-то да если другой но это более неудобный путь потому что там и тендерная процедура и все но я просто думаю что у нас родители многие я их очень глубоко уважаю они слово которое кто-то произнес могут трансформировать по-разному но предложили я многими родителями говорю предложили сдать родительский комитет деньги а у меня их нет я их не сдам и никто меня преследует за это не будет вот это возможно где-то есть искажение вот тогда надо о них говорить и тогда надо приходить мы не управляем родительскими фондами и не можем ими управлять и администрация не имеют права управлять родительскими фондами и поэтому я считаю хотят создают фонды не хотят вообще не зайдут под деньги никто за это не накажет но сейчас обращаются говорят не открыто я тут не совсем согласна у нас есть сайт управления образованием он уже существует с 2005 года и там есть громадская принимает начальник управления там пишут все что хочешь и высказывают веки и так была правда и никогда может часто скрывая свои номера телефон и мы не можем с ними связаться чтобы определить факты вот даже недавно был факт который собрал человек кто его попросил я все созвонила вы же не работаете у нас в отрасли вы написали не работаете меня попросили почему попросили ну вот есть такой факт я говорю приходите в ворону правда если есть доказательства мы обязательно накажем человека и это происходит я к сожалению выходила потому что звонили из посольства я не слышала вашего вопроса с подростком но если вы спрашиваете как относится управление данной системы мы за прозрачность вы знаете что благодаря вашим организациям которые работали очень хорошо создали повышение о прозрачности получения родительских денег учреждения мы согласны мы согласны с этой вещью пожалуйста научите сделать единую строенную систему будет легче для заведующего и для директора всего а вообще честно говоря я бы никогда не хотела быть директором школы я вот честно говорю потому что да может есть нехорошие и так далее но это надо доказать да я бы не хотела быть только потому что я стою в такой ситуации и я всегда виновата вот это вот печально но очень хорошо что есть такие организации как вы что вы понимаете что надо не хулить а надо помочь мы вам признательны что вы хотите помочь если я не ответила на ваш вопрос я просто его не слышала понимаете я у нас готовится я вам говорю сейчас анонсирую события встает зеленую школу 13 сентября и ну вот сейчас за присутствие здесь три раза звонили с посольства Финляндии уточняли многие вопросы и я убегала сейчас прослушала 13 нам подарили опять сколько слуха вокруг этой школы ходило украли разворовали 2,5 миллиона была статья директор школы присвоила 80 миллионов гривен стоимость этого здания я за нее рада но ни одна копейка сюда не поступало 7 дней все привезено в материальных ценностях от здания до мультимедийных проекторов от кирпичика от стекла все по уникальному управлению вверх и так далее то есть никто не воровал но я когда один раз зашла в социальные сети я была потрясена какие обслужения вокруг и так милые любимые наши мы все за вашу помощь помогайте научить сделайте разношать не будем вот единая система но просто здесь ставили вопросы то что я слышала вам скажу действительно детских садах сложности они не умеют обращаться с компьютером но это так но они научатся я не обижайтесь ведущим обязательно научитесь заполнять таблицу так спасибо организму и единственная просьба я открытый человек всегда говорю как она мне понравились многие выступления начать выступления